Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Бурят Монгол РХТН». Сегодня мы встречаемся с одним из основателей и руководителей движения «Бурят Монгол РХТН» Даржо Дугаровым. Сегодня мы хотели бы обсудить нашу противоправную деятельность, которая привела нас, так сказать, на виртуальную скамью подсудимых. Дело в том, что Октябрьский суд города Улан-Удэ и Советский суд, то есть Советского района города Улан-Удэ, возбудили дела против Даржо Дугарова, соответственно, и против меня за участие в деятельности нежелательной организации. Также 25 июля произошло обновление списка экстремистских организаций. В этот список в составе несуществующего движения сепаратистского движения в России были включены организации «Бурят Монгол РХТН» и «Лига свободных наций». Но «Лига свободных наций» там, в общем-то, уже достаточно давно присутствует. Наше движение недавно было включено. Здравствуй. Здравствуй, Даржо. Как себя ощущаешь в качестве экстремиста? Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Бурят Монгол РХТН». Освечая на твой вопрос. Для меня неудивительно оказаться в таком списке. Но такое небольшое замечание. Дело в том, что мы не занимаемся противоправной деятельностью. Мы занимаемся законным выражением наших прав на свободу участия, мирное участие в любой организации, свободу собраний и организаций, а также свободу выражения своей мыслей, своих идей. Кроме того, мы отстаиваем право народу на самоопределение. То есть ни одной нормы закона даже этой современной России, нормального закона, я имею в виду, Конституции, мы не нарушили. Не нарушили ни даже российских законов, ни международных тем более. Но те, которые люди, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов, которые заняты ерундой, откровенной ерундой и открывают такие никому не нужные дела, вот они так раз-таки являются тем, что они возбуждают незаконные административные и, вероятно, в последующем уголовные дела. Что в свою очередь понесет для них в будущем, они будут нести за это уголовную ответственность. Да, я согласна. Естественно, то, что вначале я обозвала нашу деятельность противоправной, это, конечно же, ирония. Да, это ирония. На самом деле, Россия — это страна беззакония и без предела. Поэтому я думаю, что любая деятельность, которая направлена на разрушение основ этого деспотического строя, является на самом деле законным выражением стремления народа к свободе. Я думаю, что действительно те судьи, которые сейчас возбуждают эти дела и каким-то образом работают, являются коллаборационистами, естественно, все эти люди должны будут ответить уже перед законом «Независимый Бурят Монголии». Я вот вспомнила эпизод из нашей далёкой молодости, когда в начале 2000-х годов мы боролись против уничтожения автономии наших округов. Наш общий друг, ныне покойный, светлой памяти ГУК, Женя Хамаганов, как-то сказал, что «ну мы же сейчас враги государства». Ну то есть ты же помнишь это время, когда за нами ходили наружные наблюдения, устраивали, прослушивали все телефоны. Причём сотрудник полиции мне при личной встрече сказал, что «мы всё знаем о вас», он не скрывал, что наши телефоны прослушиваются. То есть они абсолютно не скрывались. Вот как раз Женя Хамаганов, он говорил, «ну мы же враги государства». И тогда это выглядело как-то экзотично, потому что, ну на самом деле, в те времена ещё так плохо не было, да. И мы считали наивно, что мы действуем в рамках закона, потому что у людей есть право на информацию, независимую информацию. И мы пытались занести эту информацию до людей. И также есть право на мирный протест. Но ГУК тогда уже как бы предвидел, к чему всё это идёт. И в результате всё-таки мы стали врагами этого государства. Меня это даже радует, потому что любой честный человек должен сейчас, в наше время, выбирать сторону. Ты либо с ними, либо ты против них. Я тебе отвечу на это вот так. Государством являемся мы. Мы защитники правопорядка, законности и истинной государственности. Это не просто высокие там красивые слова, да. Мы призываем к соблюдению прав человека, соблюдению законности, пресечению коррупции, преступности, убийству, участия в войне. А те, которые сейчас якобы правят в России, вот они являются преступниками. Мы видим полное разложение институтов государства. Вот в эти дни, когда против... Прошу прощения, у меня домашний живот не бегает. И смотрите, в эти дни, когда вот, ну как бы против меня очередное дело возбуждает и так далее. Понимаешь, в прошлом, позапрошлом году некто Евгений Пригожин приходил в тюрьмы, забирал оттуда тысячи осужденных людей, без никакого решения суда. Он выдавал им оружие, и эти люди шли убивать людей. Убийцы, насильники, маньяки. Там были, есть откровенные людоеды. Откровенные людоеды, те, которые были посажены за каннибализм. То есть это сумасшедшие люди. И российская власть через Евгений Пригожина, и структуры Министерства обороны, там другие уже новые ЧВК появились, они выдали им в руки оружие, автоматы, самолеты, танки. И они поехали убивать людей в Украину. Потом им выдали, я даже не могу назвать, наградили, выдали медали Героя России. И многие тысячи этих убийц, насильников, педофилов, ходят по России, продолжают убивать. Уже зафиксированы сотни насилий над детьми. Вот этими бывшими вагнеровцами. Это значит, что там нету государства. Государство – это мы. Мы придем освобождать территорию, основывать, восстанавливать наше сподлинное государство. И мы принесем порядок, законность, защиту и покой гражданам, людям. А все то, что там творится, это просто насильники, убийцы, маньяки. Кто он, Путин? Это известные факты, что он педофил. Этими людьми правят педофилы. И мы должны их арестовать. Они должны понести наказание по всей строгости закона. Это просто убийцы. Люди должны понять в Бурятии, в России, в Иркутской области, там еще где, что над ними сейчас правят насильники, маньяки, воры и коррупционеры. А мы – законная власть. Мы придем и освободим. Да, действительно. Сейчас я просто вспомнила историю советскую. Холодное лето 1953 года, когда после смерти Сталина Берия по амнистии отпустил на волю тысячи уголовников. И как страну захлестнула волна террора, волна преступлений. Я как-то читала статью о том, что пришлось испытать жителям Улан-Удэ в то время. Это было поистине страшное время. Люди сидели в своих домах, запирались на засовы, закрывали ставни. Вот люди, которые жили в деревянных домах, они боялись высунуть нос, потому что на улице был полный беспредел, был просто кошмар. Людей резали на улице, насиловали на улице. Просто врывались они везде, откуда могли ворваться, занимались мародерством. Это просто был разгул преступности, причем самой дикой. И так как Улан-Удэ – это узловая станция, то можно себе представить, сколько этих уголовников оказалось на наших улицах. И действительно, сейчас Путин повторяет вот эту страшную историю. У нас уже повторяются 30-е годы. Повторяется этот массовый террор. Это эпидемия доносительства. Недаром недавно стали ставить памятники снова Сталину. Кто уже не скрывает, что Сталин является примером для них? Сейчас действительно наша задача – не просто объявить независимость, когда должно прийти это время, но также обеспечить правопорядок. Действительно, больше этим заниматься будет некому. Важный, примечательный факт. Новая вот эта российская власть, ну новая, не новая, старая российская власть, я имею в виду ЦИДЭНов и так далее. Самый такой яркий проект его последних лет – что против чего улан-удэнцы выступают? Строительство супертюрьмы. Что он вам принес, этот ЦИДЭНов? Что приняла вам федеральная власть? Она собирается построить на территории Улан-Удэн, будто тюрем не хватает, новую огромную тюрьму. Откуда столько преступников? Кого они собираются туда сажать? Что они вам несут? Если мы декларируем и собираемся принести свободу и демократию, безопасность и правопорядок, законность, то эти люди вам приносят криминал, убийство, насильников, опасность. Вы уже сейчас, жители Бурятии, вы уже сейчас боитесь по улицам ходить. Вы запираете двери, страшно, насильники ходят. Вам это нравится? Обращаясь к работникам правоохранительных органов, вы давали присягу служить вот такому режиму. Вы хотите, чтобы ваши дети росли в таком режиме? Страхи, ужаси, никакой перспективы. Границы закрыты, никуда вы не выедете. Даже отдохнуть в ваш любимый Таиланд и Турцию не поедете. У этой власти нету никакого будущего. И откуда бурятский народ, жители республики Бурятии, будут находиться под этой властью, никаких перспектив не будет. Только если вы перейдете на сторону законно-демократической власти, сформированной за границей, только тогда у вас будет шанс в будущем. Да, я также присоединяюсь к этим словам. Естественно, есть много честных людей, которые не могут в этой ситуации высказывать свою позицию и поступать так, как им велит совесть. Многие люди для того, чтобы выжить, уходят во внутреннюю эмиграцию. Потому что бывают такие времена, когда на самую поверхность выходят самые подонки общества. Само время диктует. Время вот таких вот подонков, торжество совершенно беспринципных людей, преступников, воров. Действительно, очень многое зависит от времени. И также, когда меняется время, то постепенно выправляется ситуация. Мы можем увидеть это на примере Германии, которая пережила эпидемию нацизма. То есть можно сказать, что вся нация переболела этим тяжёлым психическим заболеванием. Но у немцев достало сил, достало достоинство признать вину эти преступления нацизма, пройти этот путь покаяния, денацификацию. И в результате они возродились, как Феникс. И сейчас Германия является флагманом демократии в Западной Европе. Я думаю, что нам необходимо будет также думать о том, как проводить этот процесс деноцификации, деколонизации, как учить, начиная с самого раннего возраста, правильные истории, чтобы мы перестали закапывать голову в песок, чтобы, наконец, могли дать правильную оценку всем преступлениям, которые сейчас производятся. Потому что сейчас у нас до сих пор нет осмысления. Я не говорю о истории 17 века, я говорю даже о недавней нашей истории о 20 веке. Потому что в Бурятии и вообще в России у людей полная каша в голове. Они не могут дать оценку вот тем событиям, которые происходили буквально в жизни наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Один из таких примеров этой каши — это состояние музеев. Музеев истории, которые есть в каждом практически селе в Бурятии. Там до сих пор есть страницы революционного прошлого, герои, которые сражались за красных, гражданскую войну. До сих пор там не осмыслены эти страницы истории о том, что не всё было так, как нам писали в советских учебниках истории. Там ни слова не говорится о репрессиях, которые не обошли ни один дом. Как будто какой-то табу, как будто эта травма, она вот под каким-то гнётом находится. Люди не могут даже об этом начать думать. Такое ощущение, что не было распада Советского Союза. То есть сходишь в такой музей и такое ощущение, что ты попал в Советский музей. Это вот просто иллюстрация того, что люди не знают, кто они такие, почему они живут на этой земле. То есть вот на эти основные вопросы ответа нет. А эти ответы должны быть. Перед нами стоит огромная работа, и она займёт многие годы на самом деле. Ещё пару лет назад, когда уже шла эта война в Украине, на одном из бурятских пабликов, я не буду называть, с кем я не спорил, а просто беседовал. Было такое, с кем я разговаривал, они говорили, вот мы победим, вернёмся в Бурятию, вот сразу мир, жвачка, заживём, всё прекрасно будет. Вот главное, скинем этот режим, даже если будет Бурятия независимая, ну просто приедем, и всё будет как прежде. Не будет как прежде. Наверное, в силу большого жизненного опыта в каком-то плане, как человек довольно-таки прагматичный, я вижу, что перед нами стоит огромная работа. Российский режим, путинская власть, вот этой пропаганды, она посеяла семена раздора и раскола в нашем народе на многие десятилетия. Потому что мы должны признать факт того, что многие наши соплеменники совершили большие преступления, поехали убивать людей в страну, которая ничего в нашей стране, тем более в Бурятии, ничего плохого не сделала. Совершив эти преступления, многие из них погибли или стали коллегами, ранеными, никому не нужными сейчас. Как бы родственники этих людей, они никогда не скажут, ой, наш сын просто так там отделать нечего, поехал, да? Они всегда будут искать в этом какой-то глубокий смысл. Но, к сожалению, смысла-то не было. Их братья, сыновья, мужья, отцы стали просто военными преступниками. Не обязательно они там были насильниками какими-нибудь или грабителями, не обязательно. Но, тем не менее, они выполняли преступные приказы и многие из них погибли, как я уже сказал, и погибли часто нелепо и бессмысленно. И многие люди никогда не примут эту смерть, что вот она была зря. И поэтому в нашем народе посеяны очень глубокие семена раскола и раздора на многие десятилетия. Это болезнь. И нам надо будет с этим делать что-то и искать пути решения и искать путь национального примирения. Эта работа очень тяжелая работа не для одного поколения, а на многие поколения вперед. Такая трудная нам предстоит работа. Вспоминая эту беседу, я вот думаю, что как они легко думают, многие наши, даже активисты, эмиграции, к сожалению, они не относятся к этому слишком серьезно, правильным образом. Не понимают, что на самом деле нам предстоит очень тяжелая работа. Надо это понимать. Но я скажу, что на самом деле ты сказала про музеи, и тем не менее, я считаю, что свет всегда есть. Везде где-то какая-то лампочка или светильник всегда горит. Я знаю, такой музей хороший, в экспозиции которого есть довольно-таки хорошие вещи про репрессии и так далее, про гонение бурятского народа, притеснение его прав. Но с чем это связано? Этот музей связан с бурятским деятелем, незаслуженно забытым на самом деле. Но, может, ты слышал такое имя Циринамжело Чирыч? Был такой бурятский сподвижник, 60-70-е годы, учитель бурятского языка, истории, который в 70-е годы написал письмо в Москву, вроде в Министерство образования, о том, что наша программа обучения детей, она бездуховна. Она не дает подлинную историю бурятского народа, что эти люди вырастут ужасными. Его сняли с работы, с должности, стали его преследовать. А он еще был уникальный художник. Он рисовал пером. Конечно, я знаю этого художника. Прекрасный просто. Да, это наш Ярослава Нишвили. Да. Наивное искусство. Очень хороший художник. Я был в его музее. У меня, кстати, есть его картина одна. К сожалению, мной немножко попорченная в детстве. Дети максималисты, тем более, что я что-то пририсовал ручкой. Я поправил, как я посчитал нужным. В общем, но я был в его музее, и поэтому я считаю, что у бурятского народа на самом деле есть надежда. Поскольку были такие сподвижники, и там где-то в каких-то местах такие сподвижники всегда были среди бурят, и поэтому у бурят есть надежда, и я считаю, что у бурятского народа и всех жителей республики Бурятия прекрасное будущее. Самое главное освободиться от этого московского российского ига, и уже став хозяинами своей земли, вот тогда наш трудолюбивый народ очень талантливый на самом деле, очень образованный. Мы же любим этим гордиться, вот буряты очень любят ходить, я часто про это говорю, что буряты любят себя в грудь бить, вот мы самообразованный, и вот у вас появится возможность доказать, что ваше образование не абы что, возможно, в России вас протесняют в этом плане, что не дают вашему прекрасному образованию, вашим талантам проявиться на полную мощь, то есть на 100%, так скажем, да, вот будет бурятия независимым, и мы всем докажем, вот это прекрасное бурятское образование, смекалка, таланты, ум, а на самом деле буряты довольно-таки находчивый народ, ведь куда бы буряты не попадали, они довольно-таки хорошо всегда устраиваются, довольно-таки быстро, вот даже сравню там, довольно-таки хорошо себя, через какое-то время начинают уже неплохо жить, а следовательно, когда нам дадут свободу на своей земле, когда мы будем распоряжаться сами своей судьбой, я думаю, бурятия начнет очень быстро процветать. Также, конечно же, нужно будет, чтобы общество смогло осознать, что та элита, которая сейчас действует у нас в Бурятии, больше не может называться элитой, потому что это приспособленцы, даже духовные так называемые авторитеты, они не обладают этим духовным моральным авторитетом, я говорю, например, о нынешнем главе буддийской санки традиционной, который бы славляет солдат, на войну отправляет и позирует в военном, так сказать, облачении, чуть ли не в патронташе, перед камерой, вообще вот это состояние общества, оно показывает, что мы сейчас как бы достигли дна, ну вот как алкоголики говорят, что чтобы начать возрождаться, нужно достичь дна, потому что от него нужно отталкиваться и прыгать вверх, стремиться вверх, и вот я думаю, что наше общество в Бурятске, оно сейчас как раз на таком дне находится, потому что на нас сейчас льётся грязь со всех сторон, нас призывают работать и братья на Первом канале, из нас делают лицо этой войны, буряты в общем-то обижаются на это всё, то есть когда нас говорят, что мы виноваты во всём, и они в результате идут опять на эту войну, потому что они хотят отомстить за это, то есть это такой получается порочный круг, вот необходимо всё-таки осознать, но я думаю, что после поражения России в этой войне как раз наступит вот такое тяжёлое похмелье, и буряты должны будут осознать, что нами манипулировали, что нас посылали в качестве пушечного мяса, что на нас клеветали таким образом, да, потому что те, кто посылают на войну, они хотят остаться беленькими и чистенькими, правильно? Их дети не идут на войну, они за границей прячутся, в том числе дети нашей бурятской так называемой элиты. Я знаю, что у многих чиновников, практически у большинства, дети уехали учиться за границу, и они там устроились и прекрасно себя чувствуют. Я думаю, что достигнув этого дна, у нас будет только единственная дорога, единственный путь — это возрождение. мы можем только осознав всю глубину этого падения, начать поднимать себя за волосы, тянуть из этой трясины себя за волосы. Совершенно верно. Это очень правильная аналогия. Я думаю, что не за горами тот день, когда бурятский народ вновь проснётся, и мы пойдём уже собственным путём, путём успеха и процветания. Но этот путь не связан с Москвой, он связан только с самими нами, бурятской нацией. В широком смысле бурятской нации я имею в виду жителей Бурятии, потому что современное государство, современная нация — это нация государства, я имею в виду, что гражданское государство, гражданская нация. Нас ждёт прекрасное будущее, но это подобно взрослению, потому что мы не можем вечно находиться под чьим-то управлением, под чьим-то надзором. Я считаю, что бурятская нация пришла, придёт к тому моменту, когда мы как самостоятельные люди, как взрослые и люди должны жить собственной жизнью. Так же не бывает, чтобы, конечно, Москва нам не родитель, не будем считать, что Москва нам родитель, скорее это какая-то коммунальная квартира, но жить лучше в собственной квартире, чем в коммунальной квартире, собственной семьёй, чем в коммуналке. Я думаю, что возвращаясь к нашим баранам, к тем делам, которые на нас заведены в суде Советского и Октябрьского районов города Улан-Удэ с включением наших организаций в список экстремистских организаций, я думаю, что это вполне идёт как иллюстрация известного изречения Махатмы Ганди. Вначале они нас не замечают, потом они над нами смеются, затем они с нами борются, а потом мы побеждаем. Я думаю, что вот наши организации, они именно прошли, я имею в виду Лигу Свободных Наций, Бурят-Монгол, РХТН, мы вот сейчас находимся на третьей стадии, когда они с нами начали бороться, поэтому нам больше ничего не остаётся, как выполнить этот завет Махатмы Ганди и победить. Да, за нами только победа. Победа будет за нами. Но мы победили уже объективно, потому что Россия не может воевать, бороться со всем миром. Россия не может бороться со здравым смыслом. Здравый смысл в любом случае побеждает, а раз здравый смысл побеждает, это означает, что мы побеждаем, потому что то, что сейчас в России, в Бурятии, это не здравый смысл, это сумасшествие, это имбецилы. Российская власть это имбецилы. Они не могут победить весь мир. А мы здравый смысл и нормальная жизнь. Нормальная процветающая жизнь. Есть в России такая дурацкая поговорка «хорошо они не жили и нечего начинать». Но это порочная поговорка. Во всем мире такой поговорки нет. Есть поговорка «надо жить хорошо». «Живи хорошо, умри хорошо». Как сказал один мой знакомый. Но мы призываем хорошо жить. Запамятовал имя российского русского писателя, который сказал, что русский народ не научился хорошо жить, но научился хорошо умирать. То ли за Россию, то ли еще за что-то. А вот надо научиться хорошо жить. Ради своей страны или ради какой-то цели. Надо жить. И жить надо хорошо. А российская власть этого вам обеспечить не может. Только нормальная, человеческая, демократическая власть может это обеспечить. Нормальные законы, нормальный правопорядок и нормальные человеческие отношения. Человечность и гуманизм. Человечество вообще стремится к гуманизму? А возвращение вот этого сумасшедшего? Нам нужно от этой матрицы российской отрываться. И думать уже своим умом. Потому что Россия, она доживает свои последние дни. И в этом виде она больше существовать не будет. И слава Богу. Потому что все, что они воспроизводят на протяжении всей истории, это вот такие корчи, падучие болезни у них. Возникает периодически. То есть один террор за другим. Когда они занимаются полностью самоистреблением. И плюс истреблением тех народов, которым не повезло оказаться в пасти этого монстра, этого Левиафана. Я думаю, что даже вот если взять, например, начиная с 19 века, то есть Чаадаев писал о том, что Россия существует для того, чтобы преподать миру урок того, как нельзя жить. И я думаю, что несправедливо, что мы должны глочить это существование только потому, что когда-то Россия завоевала нас. И я думаю, что как только мы тряхнем с себя вот этот вот русский мир, который отравляет сознание даже наших граждан, даже бурят, которые попали под этот морок, я думаю, что как только мы тряхнем это с себя, пройдем этот процесс деноцификации, я думаю, что у нас действительно хорошее будущее. светлое будущее. Мы должны его видеть, и мы видим эту картину будущего, она светлая. У нас есть прекрасные примеры перед глазами того, как живут наши соседи по азиатскому даже континенту. Это демократические страны, такие как Монголия, Южная Корея, Япония. Мы должны стремиться как раз к этим примерам процветающего государства. Да, надо повторять лучше. Я бы еще хотел добавить такой примечательный факт. Многие жители Бурятии, они верующие, верят в какое-то предназначение, в силу неба, Бога, Будды. А есть такая концепция, мандат неба. И как историк скажу, что значит мандат неба, что это какой-то династии или какой-то системе власти править, иметь право править или управлять какой-то территорией, страной, государством. И когда приходит конец этой власти, когда эта власть в силу своих пороков, того, что они не соблюдали законов неба, тем, что они занимались коррупцией, не знаю, какими-то извращениями, была порочна такая власть, она теряет мандат править людьми. И в такие времена наступают стихийные бедствия, эпидемии, мор, все ужасные такие вещи, войны. Эта концепция особенно развита в Китае, в Японии. И что мы видим сегодня в России? Каждую неделю, каждый месяц происходят стихийные бедствия, пожары. Вот эти все пожары идут прошлые годы. Какие ужасные пожары были. Не быть черным становилось. Дня не было. Сейчас происходят внезапные наводнения, грозы, когда там сносят целые дома, молния попадает в дом и сносят дом. Сгибнут люди. Вчера, позавчера в Карелии вроде бы, огромное наводнение резко. Перед прошлым месяцем было огромное наводнение. Это показатель того, что если вы люди верите в это, то над этой властью у нее нету мандата. Она потеряла всякое божье благословение, потому что они погрязли в пороке, в очень широком плане пороке. утопание в роскоши, вот эти всякие извращения, вот это посмотреть, вот эту так называемую в скобках элиту, что они творят, вот эти все извращения. Еще они говорят, что они там борются за традиционные ценности, но на самом деле, еще раз, если вы почитаете данные книги того же убитого Литвиненко про Путина, это же педофил, и такая власть, она не имеет мандата, она не от Бога, она не от неба, она от сатаны, если так вот завернуть в такое, но люди не должны под таким жить, и мы принесем освобождение от такого власти. Дело в том, что в Италии также есть такое выражение, оно приписывается, то есть это действительно отказывание Конфуции, о том, что если страна следует дау правильному пути, то стыдно быть бедным и не в чести. Да, если страна не следует дау, стыдно быть богатым и в чести. И я думаю, что это как раз таки иллюстрирует вот нашу ситуацию, потому что страна не следует дау абсолютно. И у правителей нет мандата неба. И когда этого мандата нет, то дни этих правителей бывают сочтены. Тысячелетняя мудрость китайского народа делает эти предсказания в принципе всегда сбываются. Совершенно верно. за нами. Всего вам доброго, дорогие наши зрители. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь. До хем улзатра. Берте. Берте. субтитры. Субтитры